Тысяча дворов. Государственная программа, которая уже не первый год реализуется в городе. Народный фронт и журналисты постоянно контролируют выполнение работ, как в процессе, так и после сдачи территорий. Очередная проверка состоялась в отношении тех дворов, которые должны быть готовы к 15 августа текущего года. Первая точка рейда – двор дома по адресу 4-й микрорайон, 28. Стоимость проекта – 13 миллионов рублей. На этой территории сделаны две детские площадки, а далее, если видно наверху, там для маленьких детей более, вот эта площадка для больших детей, вот эта для маленьких, парковки, тротуары и задняя сторона дома, если вы видели, стоит спортивная площадка. 95% работы завершены, есть еще отдельные пожелания жителей, то есть у нас там небольшие передвижки по деньгам есть, поэтому вот этот забор, который под камерой говорю, чтобы вы верили, чтобы жители сделали сами, а вот его, так сказать, коричневый тоже. Да, то есть у нас остались небольшие деньги, мы вот этот забор заменим, сделаем точно таким же, как он коричневый, чтобы в одном стиле. И есть небольшие недочеты, но опять же не недочеты, такие, как, условно говоря, тут же не было асфальта, были грунтовые дороги, сняли и где-то начинает прорастать тополь. Ну, сделают вырезку, соответственно, удалят корень и поставят заплатку. То есть, ну, в целом все остальные моменты выполнены. Только при решении одной проблемы появляются другие. Жители домов 28 и 29 в 4 микрорайоне возмущены тем, что после облагораживания их территорий, местные автовладельцы решили, что будут ездить исключительно через двор, ведь теперь там хороший асфальт. Жители дома возмутились и, дабы обезопасить гуляющих детей, перегородили проезд старыми колесами, за что получили предписание – колеса убрать, проезд освободить. Они просто-напросто дрифтуют, здесь, понимаете, дети катаются, то есть, соответственно, это источник повышенной опасности. Они устроили проезжую часть здесь. Сами вот с собственниками мы поговорили и приняли такое решение, что положить колеса туда для того, чтобы не было сквозного проезда. Собственники правы в своем стремлении обезопасить себя и детей. Да вот только старые колеса нельзя использовать в качестве преграды, поскольку они являются отходами 4 класса и должны быть утилизированы. Евгений Черных, эксперт Народного фронта, практикующий юрист, дал совет местным, как поступить в этой ситуации. Поэтому, если вы, как собственник, инициируете общее собрание и на нем решите вопрос об ограничении проезда через двор, вы вполне на законных основаниях можете поставить там шлагбаум, например, металлический. Пожарным машинам он не мешает. Вот просто металлический шлагбаум, они просто срежут его, если нужно будет. И либо бетонные полусферы. Самый простой вариант – это бетонные полусферы. Это управляющая компания может сделать, это не очень дорого. И это только зависит от вашего желания и обращения в управляющую компанию. А колеса использовать нельзя. Еще один двор. Пятый микрорайон 23А. Здесь, на первый взгляд, тоже тысяча дворов вполне успешно. Но нет. Нельзя проехать к подъездам. Как результат, для маломобильных граждан затруднен выход из дома. Проживают маломобильные граждане. Как мы можем посмотреть на подъезд. Тут установлены пандусы для колясочников. И вот как раз вопрос возник по поводу вот этого заужения, странного архитектурного решения. Вот как раз в этом прямо месте. Если мы можем посмотреть на данный тротуар, то заужение сделано. Вроде бы немножечко сделали. С той стороны бордюр остался прежним. Но, надо сказать, по настоянию жителей из асфальта был сделан небольшой пандус для того, чтобы можно было попасть к колясочнику на данную тротуарную дорожку. Вообще, как бы вот здесь, конечно, вызывает сомнения. Вообще логика организации движения и транспортных средств, и удобства граждан для того, чтобы пользоваться. Этот дом привлекал внимание Народного фронта еще в прошлом году, когда тут расползлись огромные лужи, в которых купались дети и заводились головастики. С обратной стороны дома всегда организовывается достаточно большое озеро. После достаточно длительных ливней здесь всегда дети купаются. С той стороны там реально глубина порядка около метра. Глубиной получается достаточно большое озеро. Другой вопрос, что вокруг данной придомовой территории тротуар подняли. То есть предотвратили попадание в подвал данного многоквартирного дома этой воды. Но остается все равно вопрос. Я понимаю, что это не в рамках благоустройства тысячи дворов. Единственное, Александр Николаевич, можно быть вопрос такой. А что-то город, возможно, планирует делать для того, чтобы избавить все-таки жителей от болота под окнами? Именно с обратной стороны. Планирует не только здесь. Планирует вообще разработать систему ливневой канализации на весь город. Потому что какие-то остатки есть в центральной части, но 90% города не покрыта ливневой канализацией. Доходит до смешного. К нам приходят застройщики. А сейчас приходят, как вы знаете, большие застройщики из Москвы, из федеральной. Они приходят в администрацию города за тех присоединением к ливневой канализации. А мы говорим, а нам не к чему присоединяться. Мы не можем выдать тех условий. Значит, ливневые канализации в городе появятся. Не сейчас, правда, но когда-нибудь в следующей жизни обязательно. Как отметил Александр Зудилов, это будет большой проект, реализация которого без федерального финансирования невозможна. На одни проектно-сметные работы уйдут миллионы. Но движемся дальше. Проспект Советов 5. Здесь благоустройство заключается в асфальтировании. На этом все. Жители хотели площадки, а проектировщики решили, что не надо. Возмущению местных жителей и даже управляющей компанией нет предела. Благоустройство данных адресов выполняется, ну, так скажем, просто асфальтированием. Не то, что если войти в это обширное слово благоустройство, то есть какие-то мафы расположить, поменять, как мы видим, да, разбитые, читал, болгазовские заборы. Ну, то есть действительно причесать двор по полной программе, а не то, что положили асфальт и сказали, все, мы благоустроили. Обратите внимание вот на подпорную стенку. Почему бы ее не отреставрировать? То есть, как бы, я не знаю, кем это согласовывается, данные благоустройства. Почему именно делается упор только на асфальтное покрытие, а не на комплекс какой-то работы именно по благоустройству. Хотя по указам забайкальского властителя, дворы должны быть не только заасфальтированы, но и озеленены. Есть, в общем-то, на самом деле рекомендации и задания губернатора края, который говорит, что двор не только должен быть заасфальтирован и детским площадком, но и зеленым. На проспекте Советов-5 ни зелени, ни площадок. Ливневками тут, разумеется, и не пахнет. В данном многоквартирном доме не предусмотрено отвод ливневых вод, который собирается, соответственно, на крыше многоквартирного дома и выходит через внутреннюю ливневую канализацию во двор. В данном конкретном случае получилось, что из-за планировки придомовой территории данная труба оказалась ниже уровня асфальта. В результате получается, что ливневые воды всегда находятся в подземных коммуникациях, в подвале, в ливневой канализации, которая расположена в подвале данного многоквартирного дома, что, соответственно, может привести к авариям, затоплению подвала и другим неблагоприятным последствиям. Первоначально граждане планировали немножко по-другому все-таки устроить благоустройство. И когда они обращались в комитет городского хозяйства, они имели готовый, в принципе, эскизный проект, где предусматривалось расположение малых архитектурных форм и детской площадки. К сожалению, ну, фактически или по мнению все-таки администрации, но, к сожалению, здесь не получилось устроить хотя бы минимальную детскую площадку. Хотя территория, в том числе со стороны проспекта Советов, позволяет хотя бы небольшую детскую площадку все-таки здесь устроить. Набережная 64. Детская площадка есть. Территория заасфальтирована. Урны установлены. Жители дома собственными силами даже установили камеры наблюдения, чтобы контролировать сохранность своего двора. Я сам путешествую, я сам в спорте работаю. Я езжу и в Москву, и в Санкт-Петербург, и все. Я мало таких дворов встречал вообще. И дай бог, что... Даже вот в Лондоне недавно были таких мало дворов вообще. Это один из самых современных дворов. Дай бог, если у нас в Чите таких больше будет, и город у нас другим будет, и все остальное. Мы все это видим. У нас, если взять Читу, там, 10-15 лет назад совсем другая Чита была. Сейчас Чита, конечно, уже современная, красивая. Казалось бы, чего еще? Опять есть недовольные. Кому-то мешают урны, кто-то возмущен тем, что приходится убирать гаражи, которые много лет стояли. Вот только стояли незаконно. А кому-то мешают дети и молодежь. Ведь после того, как двор появился, здесь стало шумно. Но высказать недовольство на камеру граждане не пожелали. Предпочли поругаться в сторонке. Довольных всегда не будет. Потому что всегда в каждом дворе, в каждом доме находятся люди, которые чем-то недовольны. Кому-то они там парковку сделали, кому-то они там проезд. Многие даже не приходили на общее собрание жильцов, когда обсуждались проекты. А потом, через несколько месяцев уже после реализации, начинают высказывать свои недовольства. Какие-то из них объективные, какие-то нет. Но в любом случае, работа продолжается.